И вот еще один пример моего аутфита, в котором я визуально подчеркиваю свою фигуру, когда мне это хочется. Я надела такой свитер с активными рукавами, с баской, подчеркнула талию и на высокой посадке джинсы. Я соблюдаю пропорции. Если у меня вверх более такой активный, надеваю массивные ботинки, потому что с такой фигурой очень легко перейти в такой романтический стиль, который не для меня. Поэтому у меня больше песочные часы спортивные, излишняя девочковость. Это не для меня. Даже если я, например, надеваю бусы, то я их уравновешиваю какой-то грубой обувью. Вот этот баланс я люблю соблюдать и миксовать различные стили. Смотрите, неплохой пример. Укороченная ходе хорошая длина. Объемный капюшон, который стоит. Классный красный цвет. И что я делаю? Я ее беру на два размера больше. Это элька. Для чего? Так как у меня джинсы такие облегающие, то мне хочется все-таки чуть-чуть добавить объема. Наверх грубые широкие ботинки, джинсы облегающие и объемные худи. Что в этом ходе хорошо? Это отсутствие передних карманов. Не добавляют объема. Вот в заре появилась вот такая футболка. Воротником стойка. Чуть-чуть бы поплотнее был бы материал. Было бы идеально. Такие из шелка и катона есть в H&M. Очень качественные футболки. У меня есть такая черная и цветы икрю. Ношу, радуюсь. Смотрите, чтобы в бедрах они не облегали. Все-таки такой трикотаж добавляет определенный объем в районе бедер. Получается, что у верхней части бедер у вас такой объемчик. И потом сужение и ножки-палочки. Все-таки посвободнее они должны быть. Именно я говорю вот про этот фасон, который сужается к низу. Есть такие просто прямые. Тогда уже тоже смотрите, чтобы в бедрах не облегало. Чуть-чуть посвободнее. Там полегче выбор будет. Хорошо, что они на резинке в талии можно скорректировать. Но идеально, конечно, на прямые узкие бедра будут. Такие брюки более выигрышно будут смотреться на такой фигуре. Кожаные штаны. Они прямые. На попе вот такие объемные карманы. Талия и конец брючины в принципе практически на одном уровне. В талии на фигуре песочные часы они не сядут. Это 100%. А вот я хотела вам показать ожидание и реальность. Если вы хотите поэкспериментировать и надеть вот таким образом рубашку топ, выбирайте оверсайзную рубашку. Как я показала в правой стороне, если вы выберете какую-то узкую приталиную рубашку, это будет смотреться не стильно, а якутся. И вот такой комплект. Вместе, конечно же, смотрится хорошо. По составу акрил, полиэстер, но мягенький, качество неплохое. Мне понравился цвет такой меланжевый. И вот такой еще есть комплект. Уже более тонкая вязка. Топ и кардиганчик. Тоже они укороченные. Хорошо будут смотреться с брюками на высокой посадке. Очень яркий такой кардиган, но на стопроцентного акрила. Но смотрится хорошо. В чендене такие скатоны есть более светлых оттенков. Смотрите, в мужской заре, какие красивые цвета, цвет морской волны. И шапка такая же. Уже готовится к весне. Кстати, шапка, мне кажется, она унисекс, котоновая. И еще есть такие яркие, красные, фиолетовые. Классные. Посмотрите на эту куртку 5 секунд и подумайте, что в ней не так. Я даже покажу подсказка. Дизайнерили. Вот эти рукава с резинками. Вот из-за этих мелких деталей общий вид становится дешевым. Хотя по цвету очень хорошенькая. А здесь что? Правильно. Вот это вот подобие ремня. Зачем здесь придумали это? Мех а-ля барыня. Если честно, сам материал. Он из эко-кожи. Ну, тоже такой. Это я, кстати, в катоне. Куча вещей некачественных. Можно, конечно, выбрать. Но нужно постараться. Вот это, смотрите, как блестит. Ай-яй-яй. Ой, а посмотрите, вот. Ой, какие кружавчики наделали. Это мокрая змея. Эффект мокрой змеи. Посмотрите, чего рашка у нас тут. Очень искусственная. Очень. Кудрявая-кудрявая. Вот юбка из эко-кожи. Вроде посмотришь. Неплохая длина. Цвет такой темно-вишневый. А потрогаешь. Клеенка-клеенкой. Очень тонкая. Единственное, что мне понравилось, это вот этот пиджак. Более-менее хорошо смотрится. Но, соответственно, цена уже 3 300. Шубы, кстати, мягкие. Шубы, кстати, мягкие такие. Ну, цвет на любителя. И вот из вельвета юбка. Тоже неплохая. Куча толстовок от 1000 рублей. Приятные цвета. Есть потоньше, есть потоньше. Даже с утеплением. Но еще можно на них посмотреть, выбрать. Хорошенькие цвета уже весенние. Ну, что, Новый год прошел. Все, весна. Синтетика. Смотрите, мишуру соединили и связали из нее свитер. Рубрика, что не нужно покупать. Вот, посмотрите, вот такие свитерочки, пулловеры. Вот с такими непонятными цепями. С непонятного материала. Очень дешево смотрятся. Вот такой акриловый свитер, который уже висит и весь скатался. На это тоже обращайте внимание. Если они висят и уже скатаны, то что же будет на выходе, когда вы будете их носить? У-у-у, как ярко все. Я не отрицаю и даже встречала вещи из акрила, которые качественно выглядят. Но их очень мало. Даже по ощущениям вы поймете, это более плотная такая вязка. Иногда похожа на шерсть. Вот такое тоже не покупаем. Для чего вот это вот все сшито? Рукава короткие. Непонятная какая-то длина воротника. Плюс материал непонятного качества. Еще с такими выпуклостями. Очень сложное в применении. Опять пример кардигана, который не стоит покупать. Висит как сопля. Вот эти непонятные дизайнерские решения. Нет. Должна быть структура более плотная. Более плотная вязка. Это выглядит не стильно. Неплохая куртка есть в резерт. Из эко-кожи бежевого цвета смотрится интересно. Вот смотрите, в резерт лаконичная черная сумка со золотой фурнитурой. Неплохо выглядит, минималистично. Стоит 1700. Вот такое можно. В идеале, если бы фурнитура была бы какой-то черной или серебряной, для меня лично, то было бы еще лучше. Новое поступление бижутерии. Посмотрите, какие интересные. Вот эти мне понравились 600 рублей. Вот эти милые. Тихоньку обновление. Это кольца. Я уже вроде как показывала их. А на этом, пожалуй, я пока закончу. В следующем влоге я вам покажу что-то интересненькое из H&M. Чтобы не пропустить мое видео, подписываемся на мой канал, ставим лайки, пишем позитивные комментарии. Не забываем подписываться на Instagram. Я там красивые картинки выкладываю, советики даю, подборки всякие разные. Ссылку оставлю в описании. Спасибо за просмотр. Пока, скоро увидимся.